Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Глеб Задоя и сегодняшнее видео это ответы на вопросы, которые вы мне пишете вот под подобными видео. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы мне задать, то пишите их, пожалуйста, прямо в комментариях к этому видео и в будущих ответах на вопросы я постараюсь на ваши вопросы ответить. Ну а сейчас, собственно, давайте начнем по вопросам. Вопрос номер один. Вы работаете с физическими лицами по доверительному управлению? Ну вопрос такой немножечко не совсем понятный. Лично я не работаю, не занимаюсь доверительным управлением, я торгую исключительно на своих деньгах. Но у нас есть наш партнерский проект, называется он Private Trader или личный трейдер. Ссылка будет в описании к этому видео. Если у вас есть интерес к тому, чтобы стать управляющим активом или управляющим трейдером или наоборот выступить в качестве инвестора, то можете оставить заявки на этом сайте, на сайте private trader.org. И, в общем-то, вот это ребята, которых я советую, с которыми советую работать. Лично я не занимаюсь управлением частным капиталом частных трейдеров. Следующий вопрос. Какие нюансы по распределению прибыли и убытков нужно учесть при работе с трейдером? Ну, какие здесь нюансы? Во-первых, нужно все прописать в договоре, чтобы это было четко, понятно и прозрачно. Во-первых, как делится прибыль, при каких условиях. Второе, это, соответственно, какими рисками мы ограничиваемся в торговле. То есть, на какой убыток себе трейдер может позволить при совершении операций. Еще что стоит учитывать? Какие нюансы? Ну, наверное, нюанс, на который я бы очень обратил внимание, то, что выплачивать зарплату трейдеру, то есть, его процент от прибыли, имеет смысл только с уже зафиксированной прибыли и при всех закрытых позициях. Просто часто встречаются такие ситуации, что трейдер, например, зафиксировал там 3000 долларов прибыли, условно. Они уже находятся в истории счета, сделки закрыты, инвестор расплачивается с трейдером, а при этом трейдер в этот же момент времени держит убыточные позиции на те же самые 3000. Выплачивать зарплату трейдеру можно только в том случае, когда закрыты все позиции. Вот, наверное, тоже достаточно важный нюанс, на который стоит обращать внимание при работе с трейдером и при распределении прибыли и убытков. Ну и, в общем-то, отдавая деньги в дверительное управление частному трейдеру, конечно, нужно понимать, что нужно внимательно следить за тем, что он делает, поглядывать за ситуацией на счете. Конечно, влезать каждый день в его работу и надоедать ему звонками и вопросами не следует, но приглядывать нужно обязательно всегда. То есть, это не тот способ инвестирования, где можно отдать, забыть и так далее. В принципе, не один способ инвестирования, как мне кажется, не позволяет такого халатного отношения, когда отдал и пусть он там торгует само по себе. Вопрос следующий. Можете рассказать о смысле биржи? Зачем она нужна? Зачем нужны трейдеры? Вот очень странно, что раньше не было этого вопроса. На самом деле, это, наверное, тема для отдельного видео. Но давайте все-таки попробуем вкратце объяснить. Вообще, в чем смысл действительно биржи? Давайте попробуем сначала посмотреть с точки зрения бизнеса. Представьте себе, что у нас с вами есть бизнес. Например, у нас с вами есть какой-нибудь там нефтяной завод. Мы работаем, получаем прибыль, как бы все хорошо, все замечательно. Но мы хотим расшириться, хотим расширить наш бизнес. Но своих денег нам на это недостаточно. Где мы можем получить финансирование? Мы можем пойти в банк, взять кредит. А можем прийти на биржу и либо разместить там облигации, долговые бумаги. Занять денег таким образом на рынке. Или же мы можем сделать наш завод акционерной компанией, акционерным обществом. И, соответственно, разместить акции на бирже. И таким образом, часть компании продать частным инвесторам. И таким образом, мы привлекли финансирование для расширения собственного бизнеса. То есть, биржа, по сути, для бизнеса нужна для того, чтобы получить доступ к финансированию. Если же мы с вами посмотрим немножечко с другой стороны, с точки зрения инвестора. Зачем инвестору нужна биржа? Для того, чтобы мы с вами, располагая относительно небольшими суммами средств. И не являясь владельцами заводов, пароходов, каких-то компаний крупных и так далее. И тому подобное. Могли стать совладельцами этих компаний, купив акции этих компаний. Ну и, соответственно, получая, например, дивиденды от работы этих компаний. Получая там часть прибыли. Ну и являясь акционерами этой компании. То есть, вот для чего, по большому счету, нужна биржа. То есть, таким образом, биржа позволяет экономике быстрее развиваться. Она позволяет компаниям привлекать финансирование на выгодных условиях. А инвесторам получать большую прибыль. Таким образом, развивается быстрее экономика. Трейдеры, по сути, нужны для чего? Ну, для того, чтобы покупать эти акции, валюту и так далее. Ну и плюс есть также ведь необходимость в бирже и в трейдерах с точки зрения каких-то операционных вещей. То есть, ну, представьте себе, вот есть какой-то банк. Да, банк, например, завтра должен выдать кредит какому-то крупному клиенту в какую-то крупную сумму денег, крупную сумму валюты. У банка у самого этих денег, например, нет конкретной валюты. Например, банк должен выдать, например, кредит на 200 миллионов евро. А у банка нет 200 миллионов евро. У него есть только доллары, есть рубли. Что он делает банк? Он берет со своими рублями или с долларами, идет на биржу, обменивает, соответственно, свою валюту на ту валюту, которая ему нужна, и выдает клиенту этот кредит. Вот для чего нужна биржа. То есть, она ускоряет экономический процесс, она ускоряет развитие экономики, ускоряет поток денежных средств, ну и, собственно, работает на пользу общества, благосостояния и так далее, и так далее. Конечно же, сейчас найдутся те, кто напишет, что да и биржа там рождает пузыри, там делает там бедных еще беднее, богатых еще богаче. Отчасти, конечно, да, то есть, есть не только положительные стороны у биржи, есть и некоторые отрицательные, конечно, стороны. Но все-таки положительных сторон с точки зрения экономики, с точки зрения финансов, конечно, у биржи значительно-значительно больше. Иначе бирж, в общем-то, и не существовало бы. Еще один вопрос. Вот те, кто торгует, допустим, на товарной бирже, покупая тот или иной товар, могут ли они как-то забрать его в материальном виде? Допустим, я купил баррельный нефти на Чикагской товарной бирже, могу ли я его забрать себе при желании? Не могу понять, как можно входить в шорт, если у тебя товара нет, что трейдер продает? Ну, давайте сначала на первый вопрос ответим. Да, когда мы говорим про торговлю на товарной бирже, покупаем фьючерсы или опционы, мы действительно можем получить тот самый товар, который мы с вами покупаем через фьючерс. Про технологию того, как его получить, я вам, к сожалению, не скажу. То есть, я никогда этим вопросом даже не озадачивался, мне баррель нефти незачем. Но, конечно же, покупая фьючерс, мы можем стать владельцами действительно того самого барреля нефти, условно говоря, который мы с вами приобретаем. Что касается вопроса, как можно зарабатывать на шорте, как вообще можно вставать в шорт, когда нету того товара, который мы шортим. То есть, тут все очень просто. У нас этого товара нет, зато этот товар есть у брокера. То есть, мы берем его взаймы как бы в долг у брокера, продаем на рынке, если цена падает, мы получаем прибыль, выкупаем назад актив, возвращаем его брокеру, себе забираем разницу. Ну, пример такой. Нефть стоит, например, 100 долларов за баррель, мы думаем, что она упадет или знаем, что она упадет, у нас ее нет, мы берем взаймы этот баррель нефти у брокера, продаем его за 100 долларов на бирже, дальше, соответственно, нефть падает в цене до 50 долларов за баррель, мы за 50 долларов ее выкупаем, возвращаем брокеру, разницу в 50 долларов забрали себе в карман. Вот таким вот образом все это и происходит. То же самое и на валютном рынке, то же самое и на рынке акций, то есть, мы занимаем, по сути, тот актив, который продаем у брокера. Вопрос следующий. Расскажите о том, как вы стали трейдером, откуда узнали о Форексе, сколько получалось зарабатывать в начале, как познакомились с наставником, какой был первый счет, взятый в управление и так далее. Но, вы знаете, здесь на эту тему, во-первых, уже достаточно много сказано, много написано, это можно найти в интернете, все эти истории, да, всевозможные. И, ну, как-то широко распространяться сейчас в этом виде на эту тему не очень хотелось бы. Скажу в двух словах, как стал трейдером, как взял и стал, открыл счет, начал торговать. Откуда узнал о Форексе, из книг, сколько получалось зарабатывать в начале, первые три года не заработал ни копейки. Как познакомился с наставниками, устроился на работу в брокерскую компанию, где меня научили зарабатывать деньги на финансовых рынках, познакомился там со своими наставниками, которые научили меня тому, что знаю сейчас. Какой был первый счет, совсем маленький, из такого маленького счета никому не рекомендую начинать первый свой счет, я открывал еще будучи студентом, это было в далеком 2005 году, и счет был действительно не очень большой, и озвучивать сумму не хочу, в предыдущих видео где-то уже говорил, но не хочу озвучивать почему, потому что многие берут вот этот размер счета, как руководство к действию, и потом говорят, ну вы же начинали с этой суммы, ну вот и я начну. Не надо начинать с тех сумм, с которых начинал я, начинать нужно с тех сумм, безусловно, которые для вас комфортны для торговли, которые нужно начинать на свободные денежные средства, на комфортные денежные средства, но начинать там со 100 долларов, с 200 долларов, с 500 долларов я бы не рекомендовал, потому что на таких счетах вы неминуемо будете нарушать правила money management, risk management, и с вероятностью там очень большой, скорее всего, этот счет потеряете. Если у вас есть 100 долларов, вот мне очень часто за этот вопрос, вот у меня есть 100 долларов, стоит ли мне открыть счет на рынке форекс там, или на фондовом рынке, и начать зарабатывать. Я таким трейдерам всегда рекомендую, вот есть 100 долларов, что такое сейчас 100 долларов? 6 тысяч рублей. На 6 тысяч рублей, если у вас больше нету, пойдите лучше в магазин книжный, купите хороших книжек, почитайте этих книжек, заработайте больше денег, и потом уже приходите на рынок. Вот, ну и какой был первый счет взятый в управлении? Ну, стандартно, вот когда я занимался доверительным управлением, стандартно начинал что-то, по-моему, с 10 тысяч долларов, насколько мне помнится. То есть, это стандартная ставка, она много лет остается неизменной. Начальная именно ставка, да. Вот, на последний non-farm payrolls было предложение торговать по паре доллар и иена от отскока, и в последний момент вы предложили торговать на пробой. Для будущего хотелось бы узнать принцип, как выбирать пробой или отскок. Вы знаете, мне очень трудно ответить на этот вопрос, объяснить критерии выбора, да, почему здесь мы торгуем на отскок, там торгуем на пробой. Это зависит от того, в каких диапазонах ходит валютная пара, какая волатильность, есть ли на пути у валютной пары какие-то важные, сильные уровни поддержки, сопротивления. Бывает, вот, вроде, там, хочется выставиться на пробой, но понимаешь, что наверху есть очень сильное сопротивление, выше которого пойти будет сложно. В этом случае мы, соответственно, можем выставиться на продажу, наоборот, там, ну, на отскок имеется в виду, точнее. И тут, ну, что, собственно, мне очень трудно объяснить, то есть, как складывается картинка, так мы выставляем сделки. Но в большинстве случаев, все-таки, мы торгуем на пробой, не на отскок, и тем более, что был период, когда на отскок было торговать достаточно неплохо, в последнее время, на отскок, в общем-то, результативность уже становится далеко не той. Да и вообще торговля на новостях, в частности, и на non-farm payrolls, не нужно слишком серьезно относиться к этой торговле, потому что, на мой взгляд, все-таки, конечно, получить первую прибыль, там, увидеть хорошие движения, попробовать на них заработать, можно. Но относиться к этому как к серьезному способу для заработка уже достаточно сложно. Почему? Я об этом говорил очень много раз в предыдущих видео, объясняем это мы на каждом вебинаре по non-farm payrolls, повторяться сейчас не будем. Итак, вопрос следующий. Ваше мнение о пропагандистском фильме доллар 2016? Услышать ваши комментарии по этому фильму? Не видел? Скиньте ссылку в описании к этому видео, точнее, в комментариях к этому видео, на фильм посмотрю, может, позже прокомментирую. Сейчас без комментариев просто не видел. Какой именно книге Александра Элдера более всего вы отдаете предпочтение? Да у Александра Элдера, по сути, насколько я знаю, все две книжки. Это трейдинг с доктором Элдером и основа биржевой торговли. По сути, что в одной, что в другой написано одно и то же. Просто годы издания разные. Какую выбирать, ну, я разницы между ними существенно не вижу. Более ранние основа биржевой торговли, более поздние трейдинг с доктором Элдером. Ну, берите, прочитайте и ту, и ту. Немножко с разных боков, может быть, преподносит информация. Будет полезно, я думаю, и то, и то прочитать. Следующий вопрос. Каким информационным источником лучше пользоваться начинающему трейдеру со стартовым депозитом в 1000-2000 долларов для повышения уровня квалификации? Ну, не очень понятен вопрос. Для какого уровня повышения квалификации? Для того, чтобы стать квалифицированным трейдером и начать зарабатывать деньги на финансовых рынках, нужно прийти в Академию Трейдинга. Вот и найти тех наставников, или найти и, и, или найти тех наставников, которые вам помогут разобраться в торговле на финансовых рынках. Я это прочувствовал все на собственной шкуре, потому что первые три года самостоятельных поисков, грааля какого-то, поисков торговых систем, которые могли приносить прибыль, эти три года поисков не увенчались никаким успехом. Только после того, как я прошел курсы обучения у профессиональных трейдеров, когда я нашел наставников, которые мне объяснили и показали, как торговать, только тогда начались какие-то результаты. Соответственно, ищите наставников, в общем-то, приходите к нам в Академию Трейдинга. У нас есть разные курсы для совершенно разных уровней подготовки. Есть и короткие курсы, длинные курсы для начинающих, для опытных и так далее и тому подобное. Каждому по душе и по карману обязательно курсы будут. Сайт aofx.ru, ссылочка где-то здесь сейчас будет. Дальше. Вы в видеороликах говорите, что вам нужны люди для работы, которые имеют представление о торговле и не особо долго в деле, так сказать. Это еще актуально, что для этой работы надо. На самом деле, по поводу работы, нам всегда, вот абсолютно всегда, не было ни минуты такой, когда бы я сказал, что нам не нужны сотрудники. Во-первых, всегда нужны трейдеры. Всегда на финансовых рынках никогда не было проблемы с капиталом. Всегда были проблемы с нормальными трейдерами, с которыми можно было бы сотрудничать, и которым можно было бы давать деньги в дверительное управление. Это самое простое. И всегда нужны сейлзы. Всегда нужны те, кто продают, те, кто привлекают клиентов, работают с клиентами и так далее. Эти люди всегда нужны. Ну и если вы, например, не сейлз по своей природе, или чувствуете, что больше склонность к анализу финансовых рынков, нежели к продажам, то есть всегда у нас позиции финансовых аналитиков. Пожалуйста, приходите. Куда, как. Информация вся есть на сайте aofx.ru. В общем-то, там есть и, по-моему, почта, в общем-то, написав на которую, прислав на которую резюме, можно попретендовать на вакансии. Так что приходите, особенно если это город Москва. Мы всегда открыты новым сотрудникам, и действительно, хотелось бы видеть людей, которым тема интересна, которые немножко в теме, но не имеют большого опыта. По очень простой причине. Научить человека заново всегда проще, чем переучить. Очень часто к нам приходят люди, у которых там за плечами уже достаточно большой опыт или слишком большие знания, большие амбиции в этой теме. Но результатов нет. И с ними работать значительно сложнее, чем взять человека с нуля, с горящими глазами или практически с нуля и научить его. Так что это всегда было актуально, всегда будет актуально. И сейчас тоже актуально, так что прямо сейчас можете писать. Следующий вопрос. Глеб, привет, большое спасибо за твои семинары. Смотрю правду в записи. Хочу спросить один совет. Начал торговать в апреле со 120 тысяч рублей. Были положительные сделки. Медленно-медленно шел вперед. Потом добавил депозит до 180. На Фордсбер получил несколько супер отрицательных сделок. Слил депозит до 20 тысяч. Хочу получить совет. Если тебя это не затруднит. Одна мысль. Добавить еще немножко денег, но их уже особо и нет. В основном получать, торговать против тренда по методу усреднения ожидания возврата цены на коррекции. Что можешь посоветовать в данной ситуации? Я прям читаю как есть. Я так понимаю, что человек тут торговал по Мартингейлу, постоянно усредняясь против тренда. Но в общем-то не мудрено, что вы потеряли свои денежные средства на любых финансовых рынках. Работа по Мартингейлу рано или поздно приносит отрицательный результат. Это уже доказано многократно. И в общем-то посмотрите, в интернете есть огромное количество информации на эту тему. Мартингейл работает до поры до времени. Для того, чтобы зарабатывать деньги на финансовых рынках регулярно и стабильно, нужны несколько иные подходы в торговле. Не Мартингейл. Ну и последний вопрос. Глеб, как ты относишься к анализу открытого интереса? Пользуешься ли им в торговле? Ну, тут есть, можно ответить вопросом на вопрос. Тут вопрос вот какой. А где, собственно, смотреть открытый интерес? Потому что есть разные источники открытого интереса. Там и по опционам, и по открытому интересу на бирже и так далее. То есть, ну тут по-разному можно смотреть. Лично сам не использую в торговле, но отношусь позитивно и знаю, что при помощи открытого интереса реально можно заработать. То есть, понимаете, что такое открытый интерес? Открытый интерес это, когда мы знаем открытый интерес, мы знаем, где стоят заявки на покупку, на продажу, где кто хочет купить, где кто хочет продать. И если в каких-то областях, в каких-то уровнях поддержки, сопротивления есть большие скопления заявок, то есть большая вероятность отскока от этих уровней. Соответственно, использовать в торговле открытый интерес можно и даже, наверное, нужно. Поэтому отношусь положительно, но сам лично не использую. На этом, в общем-то, наверное, все. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Кнопочка где-то вот здесь сейчас появится. Ну, либо вот здесь сейчас появится она. Вопросы и комментарии к этому видео пишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Ну, а с вами был Глеб Задоев. Всего доброго, успехов торговли и до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok